Всем привет, друзья! Сегодня хотелось бы поговорить на такую тему, как гибкость и подвижность суставов в плавании. Наверняка многие из вас слышали, что для того, чтобы плавать правильно и красиво, нужно быть гибким, чтобы у вас там все суставы двигались во все стороны. Но зачем действительно это нужно, как этого добиться и почему это требуется в плавании? Засранец, вонючий, мать твою! Блюдок, а найдись, чертов, будь ты проклят! Но для чего именно действительно это нужно, как этого добиться и почему это важно, наверняка многие не понимают. Именно об этом я сегодня и хочу вам рассказать и показать, что же нужно делать, чтобы всего этого добиться. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мы начали! Итак, для начала, как обычно, давайте немного погрузимся в теорию и разберемся, какие же плюсы несет в себе занятие гибкостью для вашего организма. Если вы занимаетесь гибкостью независимо от ваших основных тренировок, будь то там зал, вода, бег, неважно что угодно, то вы будете постепенно удлинять свои мышцы. Хоть я и не нашел достоверно точной информации, что именно происходит, есть две как бы основных версии. То есть первое, это что наш организм, по большей части нервная система блокирует растяжение той или иной мышцы, чтобы сохранить организм в порядке, да, чтобы вы не травмировались, не порвали мышцы, не повредили сустав, сухожилия, связки и так далее. Либо то, что сама по себе мышца короткая, и для того, чтобы ей удлиниться, нужно постоянно на нее воздействовать, регулярно растягивать, и тем самым мышечные волокна как бы удлиняются. Но для нас это, наверное, не так важно. Самое главное, что растяжка несет в себе определенные плюсы. В первую очередь, это снижение травмоопасности при занятиях спортом и, в принципе, по вашей жизни. Не важно, что именно вы будете делать. Если ваши мышцы более гибкие, более расслабленные и мягкие, то это снижает риск получения травмы при резком напряжении, каком-то неаккуратном движении в сторону и так далее, в общем, вариантов масса. Самое главное, что это дает безопасность вам, вашему телу и вашим суставам и связкам. Это важно для любой деятельности. Второй плюс – это то, что гибкая мышца получает больше питательных элементов, кислорода и прочего. То есть, когда мышца гибкая, не зажатая, не спазмированная, до нее просто с кровью доходит большее количество питательных элементов, соответственно, мышца может дольше оставаться в рабочем состоянии. Потому что, когда у вас мышца недополучает элементы или, например, недовосстанавливается во время нагрузки, соответственно, это снижает ее работоспособность. Отсюда мы выходим к следующему плюсу, то, что растяжка дает мышцам повышенное восстановление. То есть, когда вы растягиваетесь уже после тренировки, после нагрузки, это помогает вывести из мышцы продукты распада, которые появляются там при моментах, когда вы ее нагружаете. Соответственно, восстановление происходит быстрее. Примерно по тому же принципу работает закупка, заминка после тренировок, но растяжка как бы такой отдельный, очень хороший и полезный бонус для восстановления тела. Следующий плюс довольно сомнительный, но я все равно скажу, дальше вы уже сами решайте, считаете это плюсом или нет. Потому что действительно какой-то подтвержденной информации не так много на просторах интернета. Говорят, что развитие гибкости повышает обмен веществ. То есть, там как-то это воздействует на сосуды, на нервную систему, нервные клетки, и за счет этого обмен веществ становится быстрее. Я, честно, не уверен, что это правда, но давайте будем считать, что это так. В принципе, может быть, звучит довольно логично. И последний, тоже такой довольно спорный плюс, то, что развитие гибкости, если мышцы у вас эластичные и мягкие, то это придает больший рельеф мышечному волокну, вот просто на вашем теле. В общем-то, этой версии придерживаются многие спортсмены, которые занимаются культуризмом и наращивают себе красивую мышечную массу. Они занимаются гибкостью для того, чтобы как раз выглядеть более рельефным. Но, опять же, наверное, это не имеет такого большого влияния, и важно только вот на тех высоких уровнях проработки мышечного волокна, и тогда это действительно будет заметно. В нашем же случае любителей это не даст вам, понятное дело, никакой рельефности сразу же, и, наверное, надеяться на это даже не стоит. Но как плюс можно записать. А далее мы переходим к тому, как это воздействует на наши суставы. То есть наш организм в целом в современное время не дополучает той активности, которую он привык получать на протяжении эволюции человека. Мы очень мало двигаемся, много сидим, много находимся в неподвижном положении, из-за этого все наши соединительные ткани, хрящи, кости нет. Ну, в общем, все, что соединяет наш скелет и мышцы, оно становится таким более зажатым, скажем так, закостеневшим. И вам сложно становится выполнять какие-то движения. Чаще всего это проявляется у взрослых людей с поясницы или в грудном отделе. То есть когда человек просто не может выгнуться, он настолько у него все заросло, что это сковывает его движения и становится некомфортно. Например, вот на примере плавания. Многие считают, что в плавании очень важна подвижность плечевых суставов, чтобы они там вращались во все стороны. Но на самом деле намного важнее иметь подвижность в грудном отделе, например. Потому что если вы просто зажаты и не можете выпрямить руки в стрелочку, вот это очень частая ситуация у мужчин, у взрослых, что они просто не могут вытянуться вот так в ровное положение. Они находятся вот в таком. Естественно, в таком положении сразу никакого скольжения, никакого вытяжения на руку, никакой нормальной ротации и так далее быть не может. Потому что человек просто не двигается вот здесь. Дело даже не в суставе плечевом, а в целом в грудной клетке. Это вот такой вот один из самых банальных примеров. Поэтому если у вас вот такая ситуация, то здесь уже дело не в растяжке. Это уже запущенный случай, когда у вас заросли соединительные ткани и хрящи. И с этим работать намного сложнее, чем с гибкостью. А как раз таки, если бы вы занимались гибкостью до этого, до того, как вы закостенели, то это не дало бы вашим соединительным тканям так срастись, и такой проблемы не было бы. Но если вы уже допустили такую ситуацию, то с этим нужно справляться специальными упражнениями, которые уже как раз не на гибкость, а на подвижность и разработку именно подвижности в том же грудном отделе, в поясничном отделе или где еще угодно. Проблем бывает очень много всяких разных. И как раз для этого нужны, например, мануальные терапевты, которые помогают именно поставить в организме все на место и расшевелить те места, которые у вас уже не шевелятся должным образом. Поэтому не пренебрегайте походами к специалистам. Если у вас есть какие-то проблемы в подвижности, то лучше обратиться уже за советом действительно к специалисту, который поможет и подскажет, что именно нужно делать, чтобы с этим справиться. Потому что обычной растяжкой, скорее всего, вы будете исправлять это очень-очень долго и мучительно. А может, вообще никогда не исправите. Такое небольшое лирическое отступление от темы. Хотя вроде бы примерно остались там же. Ну а теперь мы плавно перетекаем в тему того, как же правильно растягиваться и развивать ту самую гибкость и ту самую подвижность. Две отдельные темы. Давайте по порядку. Начнем с гибкости. Именно чтобы развивать гибкость, на самом деле, времени сильно много не нужно. Но нужно делать это регулярно. То есть гибкостью нужно заниматься каждый день, тогда результаты не заставят себя ждать. Они прямо будут очень быстрыми. Посвящать этому там 10-15-20 минут в день более чем достаточно. И вот что вы должны делать. Первое. Нужно понимать, что мышца и нервная система работают так, что если вы резко сразу начинаете тянуть себя до боли, то мышцы, наоборот, спазмируются. Это обычный защитный механизм, который использует наша нервная система. Что если что-то происходит непонятное, что может навредить организму, нужно это предотвратить. Мышца сокращается, вам становится больно, и справиться вы с этим уже никак не сможете. Поэтому тянуться важно всегда очень спокойно, мягко и без резкой боли. То есть нужно плавно приходить к тому положению, когда у вас растягивается мышца, и в этом положении уже замирать на какое-то определенное время. Как правило, это там от 30 секунд до полутора минут. За это время нервная система успевает понять, что все в порядке, что мышцу можно не держать, и страшно ничего не произойдет. И потихоньку расслабляется. И мышца сама тоже перестает быть такой натянутой и жесткой, и вам становится легче, и как раз наступает момент вот этой растяжки, когда вас отпускает. Вот до этого момента и нужно тянуться. Если вам сильно нравится, можно посидеть и в момент, когда вас уже вот отпустило, и покайфовать от этого. Но главное делать это, вот как я и сказал, каждый день. На те группы мышц, которые требуют растяжки. Вообще растяжки требуют все группы мышц, но уделять каждый день время всем, естественно, не получится. Это довольно большой объем. Но используйте хотя бы рабочие, которые у вас работают на тренировках, например, там для пловцов, это грудные мышцы, сверхчайшие мышцы, трицепс, дельтовидные мышцы, мышцы ног, там квадрицепс, бицепс, бедра, икроножные мышцы. Вот основные группы, на каждую там по минутке-две, вот и получается у вас небольшая тренировка, которая не занимает много времени, не занимает никаких страданий, несет только пользу. Сразу скажу, что я поддерживаю больше статический вариант растяжки, потому что динамические всякие наклоны, подтягивания, подпрыгивания и так далее, это все-таки больше про разогрев мышц, и то это нужно делать очень аккуратно. Я поддерживаю теорию статической растяжки, что вот мы приняли положение, замерли в нем, и все, и ждем, когда мышцу и нервную систему отпустят. Еще важный момент, который стоит понимать, что растяжка, гибкость точнее, развивается довольно быстро. То есть если результаты по развитию выносливости можно увидеть там на протяжении нескольких месяцев, а то и лет, если у вас уже есть хотя бы какой-то уровень выносливости. Силовые показатели растут в течение нескольких месяцев, что тоже довольно быстро, а гибкость развивается еще быстрее. И уже через месяц регулярных занятий вы можете прямо увидеть ощутимый результат, на каком уровне вы бы не находились. То есть если вы там мужик с деревянными ногами, который вообще не может никуда растянуться, или там руки за голову завести не может, то за месяц, я уверен, если вы будете заниматься регулярно, и не перегружать свои мышцы вот этой растяжкой стрессовой, то результат не заставит себя ждать, и вы увидите, как мышцам становится легче, как вас выпускает, у вас по-другому начнет работать организм, то есть по-другому начнут работать суставы, больше появятся свободы, мягкости. И это будет проявляться не только на тренировках, но и в целом по вашей обычной жизни. То есть вам станет там проще сидеть, проще что-то делать. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Что касается подвижности, тут уже тема более сложная, и, как я и говорил раньше, с этим лучше обращаться к специалистам, потому что, когда сустав там или какие-то соединения уже заросли и укрепились, их можно повредить неосторожными действиями. Поэтому я все-таки настоятельно рекомендую вам обратиться к специалистам, чтобы вас проверили и подсказали грамотный план лечения. Поэтому я даже не буду углубляться в то, как же именно мы можем развивать подвижность, потому что это все-таки не наша специальность. И на этом моменте я предлагаю закончить сегодняшнее видео, потому что я хотел посвятить его именно теоретической части того, зачем вам нужна растяжка, как она может вам помочь, и как же улучшить ситуацию с вашей гибкостью и с вашей подвижностью. Что касается конкретных упражнений, которые там, например, подходят пловцам, если вам это интересно, пишите комментарии, и мы обязательно снимем ролик. На самом деле упражнений там не сильно много, они довольно простые, и сможет сделать их кто угодно. Ну а я на этом с вами прощаюсь, надеюсь, у вас все будет хорошо, удачных вам тренировок, и увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока!